Галине Леонтьевой за 70 всю жизнь женщина проработала на мясокомбинате. Была передовиком производства. Вышла на пенсию и занялась огородом. Женщина живет в частном доме. Говорит, выращивать овощи и фрукты для нее не столько хобби, сколько способ дополнительного заработка. Чок пенсии. Надбавка чтобы была, да? Да, немножко. У меня участки. Дома участок. И еще там усынный участок. Женщина предлагает прохожим ассорти из разноцветных баночек с солеными томатами, огурцами, салатами. За соседним прилавком, сооруженным своими руками из подручных материалов, старых ящиков и табуретов, сидит Лидия Романова. Все лето пенсионерка заготавливала соленье. И так увлеклась процессом, что теперь продает излишки. Говорит, и копейка лишней не помешает, и общения, которого на пенсии порой не хватает. Для себя делали, вот осталось немножко. С начала года в России страховые пенсии проиндексировали на 6,5%. Разберемся, что это значит в денежном эквиваленте. Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальная. Зависеть она будет сразу от нескольких факторов, таких как заработная плата, страховые износы и стаж. В Самарской области страховые пенсии получают почти миллион человек. Но повышение коснется только тех, кто не работает, то есть абсолютного большинства. Порядка 800 тысяч пенсионеров. Те, кто продолжает трудиться, тоже получат все пропущенные надбавки, но только после официального увольнения. Им сделают перерасчет и будут доплачивать ежемесячно. Пенсия в новом размере будет выплачиваться только со следующего месяца после увольнения. Но перерасчет ее будет сделан с учетом всех коэффициентов индексации. Для того, чтобы работающие граждане понимали, какой размер пенсии они могут получать и будут получать после оставления работы, они могут воспользоваться личным кабинетом на сайте пенсионного фонда. Самарские пенсионеры уже получили свои первые зачисления с надбавками. Мария Левина, Максим Гусев, Василий Кладашев. События. Продолжение следует...